Христос воскрес! По истинам воскрес! Вот, истина так. Вы маленько отшатните, чтобы голова была видна. Мне же зачем это вас смущать зря? Голову не видно, что я... Ну, поднимитесь, ну, пожалуйста, чего вот так это? Я вам покажу, что, как мы беседуем, а что. У нас святая книга, Библия. Голову поднимите, чтобы у вас было рот видно. С кем я беседую? Я поняла. Ну, я же вас не обижаю этим-то. Ну, вы же человек. Я поняла, поняла. Ну, да. Смотрите, мы поговорим, и у вас, может, и желание не будет прятаться никогда. Вы моложе, может, меня даже... Мы говорим людям о Боге, о вечности, потому что в этой рулетке как будто вся тьма собралась. Все блудники с мира скатились туда. На самом деле, да. Безобразие такое тут творится. Ну, как не посмотришь всех, хоть только дрожь, вот это вот... Вот мы пришли рассказать людям о Боге, о вечности, что Христос умер за нас, что Он воскрес в третий день. И вот 40 дней мы приветствуем, Христос воскрес, говорим. А на 40-й день Он вознесся на небо. А еще через 10 дней будет сошествие Духа Святого. Пятидесятница святая. Вот. Вот мы православные христиане. Мы строим... Я тоже русская. Ну вот. Я вижу, что вы из России. Я не назову. Мы строим православную деревню с нуля. Где, кто, если думает... А вы откуда сами? Неоткуда. Я дома сижу, никуда не ездил сегодня. Нет, нет. Откуда вообще? Откуда, откуда? Вы хотите сказать, наверное, где я нахожусь? Да-да, где живете? Ну вот вопрос неправильный. Откуда это я как будто приехал из пункта А в пункт Б? Я нахожусь сейчас. Алтайский край, город Барнавол. Игнатий Лапкин. У нас очень большой в Ютубе канал. Вы можете зайти посмотреть. Он называется «Во свете Библии». «Во свете Библии». А как найти ты? Это канал так называется. «Во свете Библии». Через интернет? Да, в интернете, в Ютубе. Ютуб. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин надо подставить. У нас там 15200 роликов. Наших. Не чужих. Как мы деревню строим, как работаем, как молимся, как отдыхаем. Детский лагерь один на страну такой был. Я 45 лет его начальник. Вам будет очень интересно. Потому что в Боге жить – это чисто. У нас ни один человек не матерится. Вообще в деле ни одного. Потому что условия такие, кто хочет поселиться, чтобы он доказал, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И нас Господь благословляет. Вот сейчас посевная начинается, своя земля. Фермер. Правда, земли немного, 450 гектар только. Потому что мы опоздали немного. А рядом у нас сосед, он в соседней деревне. У него 6700 гектар. Это фермер, что ли? Да. Это Сибирь, Алтай. Это житница Сибири. Тут самые большие поля пшеницы, подсолнечника, свеклы. Поля до горизонта. Земля очень плодородная, вода хорошая. Тут только жить да жить. Господь все дает людям, чтобы только славили и общественное. Имя и славные дела Божии. Все, куда не посмотришь, все Бог сотворил. Уста надо наполнить словословием Бога, а не роптать, что Путин виноват. Да при чем тут Путин-то? Надо жить свято, нам он не мешает. Мы благодарим Бога и все. Молимся, трудимся. Молиться нам дано право за начальствующих, за царей, за патриарха, за всех. Господь, чтобы всех привел к познанию истины. Потому что Иисус Христос умер за грехи людей. Он так возлюбил мир. Отдал Сына Своего Единородного. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот у нас Евангелие, мы считаем. И у нас идут занятия по интернету. Утром одновременно молитва. Отовсюду люди есть, из Германии. А как будто в одном доме находимся. Сейчас такие... Не щата, а там отдельно у нас называется. Своё сообщество. И друг друга видим и считаем Евангелие, Псалтырь. Поются одновременно пасхальные песнопения. Господь так сделал, чтобы мы друг другу были нужны. Одному одно Бог дал, другому другое. Один мудрец говорит, вот у вас яблоко, у меня яблоко. Если мы обменяемся, у каждого будет по яблоку. А если у тебя талант, идея и у меня, мы обменяемся, у каждого будет по два. Да. У вас там никого из молодых нет рядом? Есть. А то я им скажу про сайт. У нас ещё сайт большой очень. Очень большой. Как в него зайти? Сайт, если вот то же самое написать через Google, сайт. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Там вы найдёте море информации. Там 50 книг, моим голосом насчитаны, Библия. Считать не надо, а слушать. Прямо слушай, и всё звучит. Вся Библия насчитанная. Златоуст, архипелаг, гулах. То есть материалы отменные, чистые. Вопросы какие-нибудь есть ко мне? Да нет. Ну тогда вы знаете, если вам потребуется встретиться, скайп называется, в скайпе, Игнатий Лапкин, я один. Зарядите и встретимся. И там можете вопросы задать. Скайп называется. То сайт, а это скайп. Похожее название. Ну всё тогда, с Богом. Я отхожу от вас. С воскрес. Воистину воскрес. Аллилуйя. Вот приветствуем этим приветствием 40 дней. Некоторые не знают даже. До Вознесения Христова. А здесь мы для того, чтобы людям рассказать о воле Божией. Вот из этой книги. Она одна книга, большая. Самая древняя книга у всех людей, которые верят во Христа. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать. А я вам скажу, где наше богатство. Кто первый христианин вообще? Первый христианин – Христос. А первый человек? Второй. Второй. Мы знаем, апостолов избрал, передал веру. Сразу 12. Но один, правда, не туда пошёл. Но на его место Бог избрал другого. Вот у нас есть в Ютубе канал «Наше сокровище». Канал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» – Игнатий Лапкин. Это огромный-огромный канал. 15200 роликов. Мы деревню строим православную. Вы увидите, как. Миссионерские поездки были от Тихого океана до Атлантического. Где я подарил 38 книг в каждой библиотеке, которые у меня вышли из печати. 38 томов. И на нашем саде… В священнике? Это есть там православная? Есть, конечно. Только я этот. У нас апостольская церковь. И армянин просто. Я не понял, что, как? У нас не православная вера, а у нас григорианская вера. А, григорианская, да, эти армяне. Это церковь настоящая. Со своими тоже, говорится, там, закавыками. Они от апостолов идут. Они на 500 лет раньше нас, русских, пришли к Богу. На 500 лет. 35 лет назад. Да, мы были там. А вы далеко от Еревана живете? Я вижу, в России вы. В Волгограде живете. В Волгограде. А домой-то поедете когда? Да, поеду скоро. Вот если поедете в Ереване, спросите книги Лапкина и Игнатия. Я им подарил 38 моих книг. Мы туда ездили. Везде за рубежом мы. Я везде дарил это. Бог так положил на сердце. У нас хорошее отношение. Здесь вот мы в Барнауле живем. Храм святой Репсимии называется. Репсимия. А Репсимия святая была тогда, когда церковь была неразделена еще. Армянам у нас с Сатимии хорошее отношение очень. У них здесь свой священник есть в Барнауле. Храм. Вот так. Конечно, есть что у нас не так. И у них тоже есть. Вот их обвиняют в непризнании второй природы Христа. Они говорят, нет, мы признаем. Я еще буду настаивать. То есть они говорят, я им буду верить лучше. То есть, значит, ничего бы не должно разделять. Вот если вы пожелаете что-то спросить, по скайпу зайдите. Игнатий Лапкин, скайп. Я там один с этой фамилией. А тут если на наш сайт, на ютуб зайдете, тут у меня беседа с армянами. Мы были в Москве, а там как раз два брата готовились принять православие к окрещению. Арсен и Томитян, кажется, фамилия. Я их знаю, ребят. Безвредные. Спокойные такие. Да, я посмотрю ваши ролики. Да, там вы найдете. Даже если зарядите, там армян, какое-то слово. Может быть, даже плейлист вам этот выйдет оттуда. Ну, с Богом. Все, спасибо. Храни вас Господь. До свидания. Борисин воскрес. Аллилуйя. Мы людям показываем свет. Библия. Да. Из нее все наши ответы. Прочтем главу 5, стих 3. Послание от Иоанна. 5.39. Исследуйте Писание. Вы через них думаете иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне. Охренеть. Вы что, всю Библию знаете? Конечно. Вы, подожди, а вы кем работаете? Как повторите? Вы кем работаете? Да сейчас какой? Мне 80 лет. Работа такая только. На голубят не лажу. Летом мы деревню строим. Там я по полной программе работаю. Сажаем. Пруды восстанавливаем. Электричество проводим. Дороги делаем. Я везде участвую. Блин, вообще прям уважение вам. Реально уважение. В стране погибло 21 тысяча сел. И только наше единственное на старинных благочестивых обычаях. Кто с нами знает, поселится. Он должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. И тогда первый раз разговариваем. А как вы это узнаете все? Ну как, переписываемся, встречаемся. И потом узнаем. Что-то он может солгать. Но зачем ему это? Если он солжет, значит, он в скором времени придется выезжать. Зачем же это? Обалдеть. А как называется ваша деревня? Это Алтайский край. Я нахожусь в данный момент в городе Барнауле. Это столица Алтайского края. Алтайский край – это жительница Сибири. И получается у вас вся деревня построена на этих вот обычаях. Правильно понимаете? Да, 27 лет назад мы начали с нуля. Ничего там нет. Только кусты и крапивы. Получили статус официально через Краевой совет. Юрисдит. Тут есть, как называется, отдел юстиции. Зарегистрировались, получили землю. И сейчас работаем. Своя школа. Но школа на государственном. Она получает учителя. Ну, учителя верующие, православные. Лучше детей, если детей воспитывать, лучше нашего места просто не найти. Ну да, у вас оно такое, я понимаю, прям такое духовно чистое место. Мы православные. Дело в том, что у нас официально. К нам митрополит приезжает, алтайский служит. Власти отовсюду приезжали из Америки и все смотрят. То есть у вас, в вашей деревне, криминала вообще нету? Нету, а зачем? Библия говорит, что закон написан не для праведников, для грешников. У нас приезжают в деревню, и табличка висит. На территории деревни курить запрещается. 27 лет на территории, на территории деревни курить запрещается. И еще никто не нарушал. 27 лет. А можно вопрос? А допустим, если человек закурил, что будет? Ну, в первую очередь, ему сразу подойдут и скажут. Подойдут, а он не знал. Допустим, женщина приехала там, ну, купить мясо. Вылезла, она в брюках, ее сразу остановят. У нас не положено это. Ей юбку вынесут, наденут, тогда она пойдет покупать. А, у вас типа еще... Дресс-код. Свой дресс-код. Старинный русский. На старинных, благочестивых русских обычаях. И так в отделе краевой юстиции все написано. Мы ничего на себя не берем. А у вас, ну, как... Муж, допустим, ну, если там, допустим, муж, жена, допустим, там, ну, есть так, ну... Ну, как муж, жена? Семьи. Ребятишка, абортов нету. Аборта ни одного нету. Сколько есть? А можно вопрос? А сколько у вас населения? Да мало еще. Потому что не каждый это выдерживает. Ну, 27... Ну, сколько? Ну, сколько, сколько. Школа, первым делом храм построили. А сейчас не знаю, сколько. Потому что раньше было 56, а сейчас поменьше. Людей? Да. 56 людей? Да. А у вас есть интер... Так, ну, конечно, есть, я вижу. Так, а у вас... Кто старше, ну, вот, вообще в деревне? Ну, староста деревни Игорь Барабаш. Игорь Барабаш, он фермер. У него 450 гектар земли. Но, по-духовному, мой брат, он священник, пресвитер. Протоиерей. Знаете, вот, мне кажется, человек, который, допустим, в жизни потерялся, ну, вот, потерял себя, к вам, ему самое место едет. А вот как раз наоборот. Я уже, я эту музыку знаю. Вот представьте себе. Я с детства расту в старообрядческой семье, без поповца. Мама сказала, она с семьей десять, пять мальчишек, пять девчонок, а отец без руки с фронта. Это все неблагополучно. Бедность ужасающая. Но никогда не слышали, чтобы отец или мать ругали власть. Никогда. И вот теперь, я закончу вам, смотрите. Мать сказала, нельзя материться, нельзя воровать, там, с женщинами дело иметь. Меня Бог сохранил от этого. Ибо, находясь в армии, я посмотрел фильм, отверженный Викторией Уго. И там мысль такая, мне было задачи спасти не жизнь, но душу. В это время я учусь не где-то, ну, я работаю, я скажу, служу во флоте. Я очень спортивный был, занимался. Когда вернулся, я снова поступил во флот. У меня деньги, здоровье, знания. В это время я получил еще новые. До этого я был прорабом до армии, в МВД работал, в органах МВД. А теперь я поступил в мореходное училище на штурмана, добиваясь разрешения сдать три курса за год по выбору комиссии на английском, немецком или французском. У меня будущее передо мной открыто было. И в это время мне в руки Бог дает эту великую книгу Евангелия. И я меняю эту жизнь. Минут 20 был на молитве, Бог все изменил. Я встал, я совершенно другой. И 56 лет я иду этим путем. За мной тюрьмы, пытки. Что только со мной власть не делала. В морозилке. Я все еще живой, мне 80 лет. Это моя биография, моя биография. Мои года, мое богатство, как Кейгабинцы поет. Вахтанг. Обалдеть просто. Офигеть вообще, жесть. Ну вот если... Только вы не отключайтесь пока. Вы запишите, что я вам скажу. Зайдите на наш видеоканал. Он называется «Восвете Библии». Запишите. Как это называется? «Восвете Библии». Сейчас, сейчас. «Восвете Библии». А потом Игнатий Лапкин напишите, что это я. Тогда откроется у вас. Так, стоп, стоп. «Восвете Библии». Дальше Игнатий Лапкин добавьте обязательно. Игнатий, о да. «Восвете Библии» сайт Игнатия Лапкина. Да, это мой, я. У нас тут 15200 роликов. Таких сайтов больше нету. 15000 роликов, это наши. Вы вообразите, что это такое. А можно вопрос? А вот, допустим, если к вам придет человек, ну, допустим, не врет, не курит, не употребляет ничего, но, допустим, он татуированный, ну, к примеру. Ну, значит, не показывай, не хвари с татуировкой, спрячь или выведи. Ага, вон да. Ну, не надо хвалиться. Зачем хвалиться? В Библии написано, не делай никаких надписей на своем теле. Библия запрещает. А Библия, главное, для нас руководящий мандат. Офигеть. Мы верим во Христа, что Он умер за нас. А я не верующий, а зачем тебе это нужно? Тебе это в тягость будет? У нас праздники все справляются. Моление, храм построили. Смотрите, вот я, конечно, вот я крещеный, вот я крещеный. Я крещеный, вот лет, наверное, пяти, у меня крестила мама с бабушкой. И я, как бы, не то, что я фанатик Бога, но я верю. Ну, можно вопрос, смотрите, вот я... Так, я сейчас прошу, скажите, слово фанатик, это хорошее или плохое? Это плохое. Везде плохое, да? Вообще фанатизм, это плохо вообще. Плохо. Слушайте дальше. Вот был раньше фильм, Ленин в октябре называется. И там показывает, когда обыск идет, а его нету. А Мария Ленична, его сестра стоит, а солдат-то охраняет и говорит, а вот написано, что он фанатик. Она говорит, это человек, преданный до самой смерти за свою идею. Вот и толкование какое. У вас фанатизм слепой, плохо. А когда ты знаешь, за что идешь, а я верю за Христа, я не отрекусь. Вот это стоит того. У меня пять тюрьм по запрещам за Христа. Мне есть что вспомнить. Мне есть что вспомнить. Вот вы зарядите сейчас вот так, во свете Библии, через Гугл найдите сайт. Не Ютуб, а сайт. Во свете Библии. Также Игнатий Лапкин. Сайт. И вы на этом сайте найдете там море, 38 томов моих книг найдете, и 7 в электронной версии. Вы найдете, как мы строим поселение. Вы найдете там 50 книг моим голосом на считанные аудио. Архипелаг, ГУЛАГ, Библия, Златоуст. Это на нашем сайте. Вы увидите, как я отвечаю студентам. Я вел занятия одновременно в пяти университетах. Отвечаю на 4124 вопроса. Каждый вопрос во свете Библии, что сказали святые отцы, а это 300 томов палеантов. Что сказали соборы, а это 719 правил. И что сказали жития святых, 1173 биографии. Офигеть просто. Да не офигеть. Я студентам говорю, вот целый месяц я к этому буду добавлять, что сказали поэты России, 300 поэтов за 300 лет. То есть в этом вопросе я должен 20 тысяч файлов проворачивать, стихи всех поэтов. И я им отвечаю на каждый вопрос 6 поэтов с эпиграфами из Библии. Извините, а за что вас садили в тюрьму? Статья 190 прим, найдите ее. А что это? Но представьте себе, что кроме того, что я насчитал 50 книг, я еще насчитал архипелаг ГУЛАГ. Первый в стране, распространил ее по всей стране. И стихи, в стихах задел Ленина. И еще брал интервью репрессированных. Интервью. А теперь за моими данными гоняются везде, их нигде нет, и люди умерли. А у меня они есть. Это вы там увидите, нет, только радоваться, не офигеть. И при том, я себе ничего не приписываю, это благодать Божия сделала. У меня еще, кроме того, 4 тома стихотворений по 800 страниц. Каждое стихотворение 9 куплетов. А у вас дети есть? А что я варил сегодня, а что не спрашиваете, вкусно или нет? Нет, просто мне не надо. Да вам не надо, это пустое. Я говорю о Боге. Вот вы спрашиваете, мы говорим, что нам Бог позволил делать? А без Бога я никому не нужен. Я вот вернулся из тюрьмы, когда пошел помогать в тюрьме. Не за деньги. В университетах везде это я ни рубля не получал. Господь позволил мне 18 лет сотрудничать с тюрьмою. Туда нести все, что найдем. Выступать перед ними. Кроме всего того, что я сейчас говорю, меня Бог благословил создать детский лагерь. Единственный православный в свое время, в 1972 году. Я, начальник его, 45 лет. Тысячи детей подняли. И ни рубля государство не дал, а только гнобили нас. И мы выстояли. И на государство не обозлились. И за Путина, за Медведева, за Дональда, за всех молимся. За Рамзана Кадырова. И мы проехали. Господь сделал так, что мне на сердце положил. Подарить книги в библиотеке мира. И мы из Барнаула доехали до Владивостока, порт Находка. А потом забросили границы книги и дошли до Лиссабона, Португалия. Прошли Прибалтику, Скандинавию и Север. Посетили 650 городов. И в каждой я подарил 38 томов. Комплект своих книг, моих. И каждый комплект стоит 750 евро. Умножьте на все. И получится 35 миллионов. Мы подарили. А у меня пенсия в настоящий момент за 35 лет трудового стажа. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Это смешно. Все? Это смешно. Мои книги видели в библиотеке у Владимира Владимировича Путина. Они в библиотеке Ленина, в парламентской библиотеке, в исторической. Так, что закричал-то? Испугался? Здравствуйте. Добрый день. Вас не слышно. Слава Иисусу Христу. С праздником вас, с Холокостом. Спаси Христос. Христос воскрес. Воистину. Он не прошел. Не прошел. Спасибо. Уже давно воскрес. 40 дней будем приветствовать все. Вы не знаете порядок. До Его вознесения говорят, Христос воскрес. Мы говорим людям, согласно этого Слова Божия, что то, что здесь делается в этом счет рулетки, достойно смерти. Никакие блудники, а здесь маньяки одни собрались, как будто бы. Никакие пьяницы, никакие наркоманы, Царствие Божие не наследуют, а будут мучиться в огне вечном с сатаной вместе, если не отстанут от своего дела. Христос воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Вот молодец какой. Молодец какой. Воистину воскрес. Мы пришли людям возвесить великую радость. Мы покажем вам книгу мудрости. Вот если у вас по Писанию есть какие вопросы, можете задать. Зайдите на наш канал в Ютубе. Называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это очень большой канал. У нас там 15200 роликов. Ну вот себе запишите, а то вы забудете. У вас что, это школа там? Да. Это вы на уроках так смотрите? Ну так а тут в рулетке-то вам совсем не полезно быть. Мы пришли Евангелие считать. А люди-то здесь пришли совсем ли плохого дела, как попало. Половина мужиков валяются голые, никому не нужные. Ну вот так. Если у вас будет желание встретиться, вы зайдите по скайпу. По скайпу. Игнатий Лапкин называется. Скайп. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...